Король вышвырнул свою очку с балкона, толпа подобрала его и разорвала. Потом король сам выпрыгнул, обосрался там, и спиртовой мужик прибежал, залил спирта там, и толпа всё сожрала. И король стал самым знаменитым, развешив в связь детской кишки. При войне острым говном туземцев, Лукашот снова в столкну пути у кровицы. Разникшая каша была сведена, но Лукашот успел скрыться в штанах у Киркова и вымести немного помета на улицу. На улице много твоя анального короля вышли жители крупного города крупного и начали мочиться прямо на углы своих бомов. Но тут возникая из ниоткуда, колонус страха и ненависти из вонючего поноса размягчила эту группу негодующих и вознаградил протестующих неувалевым голодом души и вонью простатой спейсподней. Безумные люди с пашонками вместо голов бегали вокруг форы, своровавшего ветчину с сыром у Тровича из погреба и подавившегося ракеты Тровича МБТР-22-3055-567-4433, которая так и не взорвалась, но оставила. Бори кровавый след из крови и вышла через специальный отсек из спины. Ракета отсекла отсек, поэтому он вдруг начал ползать по блоку без отсека, в поисках отсека, в поисках ответов на вопросы о жизни и о свинях Тровича, из которых взяла на это место на ветчину, из которой он тут меряет. Последнее, что он увидел, были зубы и жопы Тровича, что произошло не ранее, чем в пятницу 12-го, когда гнилой простат Мелоди Авальевич вышел на прогулку по бездонному дну с помощью нескольких мужиков, затиснувших его в гандон, перевязавших камню размером с котлован. Проформищей. Захлебавшись, он привел такие позори, что они вылетели из воды и захватили убить и насильников, теме в клапаны и взяли неводозимым чувством вины и геморрое. Завладев своим миросным сердцем, он побежал по дну и начал высирать тигурцы один за другим, выражая новые идеи за счет безумного мира и его странного океана с кранлом и рыбами, окутанной мочой страхом. Его жопа вдруг вздулась и трястнула на колечке. Всплыв на повернах, как кусок вонючего канона, он вдруг разбрызгался, как стая облезгующих пропитив мочевого колодца обезен. Увидев это, Якубович сразу сбил себе усы и оголил перед миром куриное очко, которое у него мистер Тайя начал орать, чтобы детки крутили барабан и стреляли ему в лицо. А потом он вырастил себе ворду, подался в попы и давит своими тухлыми ногами бутылки с вином. Тем временем его братец, музыкальный по кличке Мизонный Дирижер, вязал всех, его посадили в психушку, а он достал кости с пальца и продолжил всех вырезать, потом сбежал, заболел и сел, сидел в лесу, на него бежали волки. Сидел в лесу, на него бежали волки, разорвали его, а он сидел и внезапно из него влезли кишки. Волки его сожрали, а он от этого только выиграл, потому что они потом мутировали в таких же вином Дирижерах. А у тебя, Сережа, все это дело что ли, и поэтому мы тебя поздравляем и распилим твое брехо и запустим на тараканов, возникших из кислой переспонди, злобного угляма, оборотатого червя-людовяда, свершего много безумных людей, но был съеденным травичем не родичем в пятницу пятнадцатого. Вот такое вот Рождество в пустыне. Рождество в пустыне. Рождество в пустыне. Рождество в пустыне. Рождество в пустыне.